Жестоким лидером Женщин-воинов в Запрещённом приёме была оскорбленная и прошедшая лоботомию куколка, которую сыграла Эмили Браунинг. После этого фильма она приняла участие в целой группе интересных и вдумчивых проектов. Давайте рассмотрим, чем занималась Эмили Браунинг со времен Запрещённого приёма. Начиная с Запрещённого приёма, Эмили Браунинг в основном выбирала небольшие инди-проекты, начиная со снятого в Австралии фильма Спящая красавица 2011 года про весьма специфичный бордель, где мужчины платят, чтобы дотрагиваться до Спящих женщин. Очевидно, что взгляд на женщин как на объекты и сатира об их ценности только за внешность, а не за таланты может показаться оскорбительной, но связь между этим фильмом и Запрещённым приёмом, где Браунинг сыграла другую женщину, чью внешность тоже неверно интерпретировали, сложно отрицать. Спящая красавица была огромным вызовом для актрисы, которая не только должна была быть полностью обнаженной на камеру, но ещё и позволять близкий контакт между собой и другими актёрами. Браунинг сказала, что её персонаж, Люси, был очарователен и полностью контрастировал с её повседневной жизнью. Она сказала IndieWire, «Я думала, что её готовность, безрассудство, нигилизм и её сила были очень крутыми. Тот факт, что мне было неудобно, был для меня плюсом» Вполне логично, что когда она привлекла внимание СМИ и широкой общественности, она могла использовать этот фильм, чтобы задаться вопросами о своей карьере и имидже. После Спящей красавицы Браунинг снялась в паре совершенно разных триллеров 2013 года – «Магия, магия» и «Зажги меня» Браунинг играет второстепенную роль в «Магии, магии» и её персонаж, Сара, отправляется в путешествие в Чили и оказывается в игре психологического ужаса. «Зажги меня» от режиссёра Кэтрин Хардвик в буквальном смысле выдвигает Браунинг в центр внимания. Она играет Хейли, ультра-известного фронтмена рок-группы Плаш, которую преследует ревностный фанат. Фильм совмещает стили нуар, триллер и хоррор, и даёт Браунинг шанс показать актёрский талант игрой наглого и смелого персонажа, который отличается от её предыдущих героев. Следующим крупным проектом Браунинг был «Лето в феврале», основанный на реальных событиях начала 20 века. Она играет Флоренс Картер Вуд, женщину, попавшую в любовный треугольник с художником Альфредом Маннингсом и его другом Гилбертом Эвансом. Фильм сильно отличается от предыдущих работ Браунинг. Он, скорее, традиционен и является первым из серии фильмов про любовь, которые вывели Браунинг обратно до уровня звезды почти блокбастеров. Второй фильм этой серии – «Боже, помоги девушке»! Здесь Браунинг возвращается к своим ролям персонажа в психиатрической лечебнице, но сочетает его с опытом игры музыкантов «Зажги меня». В этом фильме Браунинг играет Еву, втайне талантливого начинающего музыканта, который непреднамеренно объединяет двух других музыкантов в группу. Браунинг указала в интервью, что использовала свой личный опыт для игры, потому что Ева не может чувствовать себя комфортно, если не найдет способ направить свою творческую энергию. Следующим проектом Браунинг стал фильм «Помпеи» 2014 года, где она сыграла Кассии. История представляет собой вымышленный рассказ о древнем городе Помпеи, который был поглощен извержением вулкана Везувий в 79 году н.э. В интервью Браунинг сказала, что она всегда хотела сыграть подобного героя, но возможность появилась только сейчас. После Помпеи Браунинг снялась вместе с Томом Харди в Легенде – криминальном триллере, основанном на реальных событиях, где Харди играет двойную роль братьев-близнецов Реджи и Рона Креев. Браунинг играет супругу Реджи Фрэнсис и описывает своего персонажа как увязавшегося за Реджи Креем, чтобы избежать бедности, причем до такой степени, что она готова закрывать глаза на преступную деятельность мужа. – Ты осталась в пресне? – Да, пресне. Ты выглядишь красиво! После этих двух крупных ролей Браунинг вернулась к малобюджетным независимым фильмам Шангрила Сьют и Золотые выходы. В Шангрила Сьют она играет девушку из пары серийных убийц, которые хотят убить Алвиса Пресли, а в многослойной семейной драме об отношениях и желаниях Золотые выходы она демонстрирует впечатляющую фактурную игру. Обоих персонажей этих фильмов привлекают безнадежные ситуации, которые заставляют их чувствовать себя живыми, и они служат идеальным прологом для следующей главы карьеры Браунинг. Последняя роль Браунинг привела её в известную телевизионную адаптацию Американские боги Нила Геймана, где она играет Лору Мун, жену главного героя Shadow Moon. Лора – сложный персонаж, которого Гейман назвал трудным для исполнения, но игру Браунинг полюбили все, несмотря даже на то, что её персонаж описывается как изменяющий и эгоистичный. Это свидетельствует о повышении актерского мастерства Браунинг, потому что она способна возвысить игру Лоры Мун до уровня, превышающего уровень персонажа в романе, причем до такой степени, что её история находится на одном уровне с главным героем. – Эти четыре-квартиры, которые вы раздавали, это не 80-е годы. Они будут просто разрушать твои руки и позволят тебе уходить. Они будут прозрабатывать и выстрелять за максимумом ответа. Эта недавняя роль вернула Браунинг в центр внимания, и будет интересно посмотреть, что станет дальше с её карьерой. Браунинг – неуклонно развивающийся актер, не знающий отдыха, и мы уверены, что у нее не будет недостатка в Лаврах. Посмотрите новые видео на нашем канале! К тому же скоро выйдут и другие ролики про ваших любимых актеров, так что подписывайтесь и нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить ни единого видео!